Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Друзья, вашему вниманию веселый диалог, сработала переадресация, и здесь, очевидно, я ей рассказываю, что она мартышка, и предлагаю контраргумент какой-то привести для того, чтобы убедить меня, что платить я должен, кроме вот этих пугалок. Как она ограничена скриптом, проследите. Вот скрипт, инструкция и всё. То есть мозг не включается атрофированно. На самом деле весело, мне нравится этот ролик. Давайте я вам его дам для прослушивания. Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, это компания Кредит Эксперт Финанс. Меня зовут Чижова Настасья Ивановна. Церковь безопасности все разговоры записывается. Евгений Владимирович, я звоню по поводу вашей финансовой задолженности при публичном акционерном обществе, банком финансовой корпорации, открытие по потребительскому кредиту, который выбрали 7 марта 2014 года, по номеру договора 151 4545, ЦРЭДО-ЕКБ-14. Сразу хочу задать вам такой вопрос. Вас по поводу скидки информировали, о котором предоставляется финансовая корпорация открытия? Да что-то пытались, мне неинтересно. Ну что значит неинтересно. У вас сумма без акции по состоянию на 11 июля составляет 977 413 рублей 73 подписи. 549 дней по срочке. Вам кредитор предоставляет возможность оплатить в три раза меньше, чем сумма вашего основного долга. Договор полностью закроется. Ну, и что? А какая разница, сколько не платить? Я платить-то не собираюсь. А на каких основаниях вы не собираетесь производить оплату? Все, отсутствие желания. Простое человеческое основание. А простое человеческое основание? Ага. А чем это связано, мне скажите, Евгения Владимирович? С воспитанием, с чем это может быть связано? А, связано с... С образованием. А что у нас встреча? Ну, у него свое воспитание. А у меня свое. Кредитор вам предоставил денежные средства. Сейчас я не понимаю, вы меня уговаривать пытаетесь, что ли, или что? Удерживайте данные денежные средства. Да, 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 да. Я сейчас не пойму. Вы факт констатируете или пытаетесь меня уговаривать? Просто память, Евгений Владимирович. Так. Евгений Владимирович, вы не будете решать данный вопрос, мы будем свои рекомендации кредитору предоставлять. Извращаться в полицию. С заявлением о привлечении к вас к ответственности. Ой, 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 ой. Ну-ка, на каком основании? А привлечении есть. Евгений Владимирович, на том основании, что вы незаконным способом держите чужие денежные средства. Это уголовное преступление? А у вас? Конечно. Конечно. Нарушение договорных отношений, гражданскоправовых, это уголовное преступление. Вы сейчас мне хотите заявить, да? 159-й, кстати, у КРС, рекомендации кредитора, мы будем предоставлять, да, чтобы он непосредственно обращался, провоходить. То есть у вас есть доказательство, что я умышленно взял деньги, чтобы не отдавать. Вы привлечете двух свидетельств? А вы их не возвращаете. Дорогая моя, если я хотя бы 10 рублей внес, уже умысла доказать невозможно. Понимаете? И не надо пугать людей тем, чего никогда не может быть. Конечно, звучит круто. Бабушку какую-нибудь можно посадить на задницу, но не меня. А, послушайте меня внимательно. Данная запись, разговор. Ну да, я под запись разговора заявляю, я ничего в банк отдавать не буду. Не ожидали? В длительном порядке, в добровольном порядке денежные средства будете возвращать. Я знаю только одно. В полном объеме. С вероятностью в 100 процентов. Кто знает? То, что вы делаете бесполезную мартышичью работу в отношении меня, во всяком случае. Это вы можете запомнить. Это не важно, во всяком случае. Да, потому что я ничего никому не отдавал и отдавать не буду. Уборы беспомерные. Принадите нам порядки. Через сутки будете возвращаться в сумму задолженности. Какие у вас есть аргументы, способные склонить меня в вашу сторону? 73 копейки. Это не аргументы. 73 копейки. Какой? Аргумент один. Какой? Железный? Ваш регитор предоставил уникальнейшие возможности. Это не аргумент. Не меня, аргумент. Где договор полностью закроется. Да вы сейчас процитировали то, что уговорили до этого. А где аргумент? Я же вам сказал, вот у меня аргумент. Я ничего не буду отдавать. Аргумент в том, что у вас основной долг просроченный на момент возникновения. Вы не знали, что я не знал, что 52 тысячи, 818 рублей. Совесть моя. Кредитор дает возможность оплатить на разуме. Что вы несете? Вы сами себя слышите. Что значит, что я? Я же вам говорю. Сначала, понимаете, я вам заявил, что вы делаете мартышичью ненужную работу в отношении себя. Предложил предоставить аргумент, а вы его сами начали выкладывать. Все хорошо, Евгений Владимирович, хорошо. Данная запись разговора, соответственно. Прямо что это делается, рекомендации к кредитору мы будем предоставлять. Вы думаете, вот 500 лишних денег? Ха-ха-ха-ха-ха, прокуратуру. 500 дней человек не платят. Сколько нужно записью уже этих приобщать? Вы же ничего не делаете. Я вас информирую. Уточните мне свой адрес. Какой тебе адрес уточнить? Ты мне свой сначала уточни адрес. Как было-то беспортовое, блядь. Слышишь, что я делаю? Я в Москве адрес уточняю. Слышишь, что я делаю? Я уголовное преступление сейчас совершаю. Я тебя оскорбляю. Давай, штрафуй меня. Лошадь ты сутулая. Ха-ха-ха-ха. А адрес уточнить? Что ты еще можешь? Смеяться будете потом? Не буду я потом сниматься. Я буду смеяться сейчас. А адрес уточнить? А потом будут... Я хочу подписать маршрутный лист. А адрес урегистрации. Неужели думаешь, что за 500 дней мне такого бреда еще не говорили? Ты недавно на работу пришел, да? А адрес уточнить? А что ты еще можешь? Ты на Чуре на 30-35 там проживаешься? Да, прям сейчас здесь. Давай пиши свой маршрутный лист. А ожидайте, что ты можешь сейчас сделать, начать звонить другому в надежде, что он испугается. А я ожидаю уже. Ты хоть лишь не верю. Ты сама себе веришь? Будете разговаривать с юристами. Ты сама тебе веришь. Да ладно тебе. Имею в виду уже 500... Голос погрустнел. Настроение испортилось. А очередной посыл туда, куда положено. Ну что же у меня за работа, думает она. Ну как так? Где стабильность? Почему мне обещали одно, а получаю я другое? А именно постоянные плевки в физиономии. Почему люди не боятся? Почему мне руководство рассказывает одно, а на самом деле происходит другое? Неужели он вот так блефует, думает она. Да, наверное он блефует. Буквально после моего разговора будет сформировано на основании моего, моей записи с ним. Выездная группа к нему приедут и ух-ух-ух как будет. Друзья, вот перед этим есть ролик про выездную группу. Посмотрите, что из себя представляет. Может представлять выездная группа. Есть у нас тут ролик. Живой, настоящий. Ну и сделайте выводы. Ну, для тех, кто недавно на канале, предлагаю подписаться на наш канал, чтобы узнать как можно больше интересного, полезного. Перестань бояться этих вот недомерков бесполезных, которые рассчитывают, как я уже сказал, на некомпетентность, на слабость, юридическую неподготовленность бабушек, всяких, либо людей подобных себе совершенно бестолковых. Можно, конечно, испугать, но только не нормального человека, способного размышлять, мыслить и предполагать все, что может с ним произойти. Подписались на канал и давайте-ка успокойтесь. Давайте все вместе послушаем, посмотрим. И я предлагаю вам перестать в первую очередь трястись, проанализировать все. Но ни в коем случае не надо на этом останавливаться. Нужно обращаться за помощью, либо делать самому решительные какие-то шаги к освобождению от финансовой нагрузки. Дело в том, что очень важно в документальном формате подтвердить свою чистоплотность. Вы ничего никому не должны в буквальном смысле слова. И то, что вы не платите по кредиту, это не значит, что вы плохой человек. Более того, закон на нашей стороне с вами. Юристы компании Алян с удовольствием помогут вам разобраться со всеми своими кредитными делами и создадим для вас условия, когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Как мы это сделаем, вы можете узнать, пройдя по ссылке, которая есть в описании любого ролика этого, в том числе и на наш сайт, где выложено видео «Алгоритм работы кредитных юристов компании Алян». Посмотрите это видео, и вы все поймете, все встанет на свои места. Но вы как минимум должны задуматься, что на самом деле происходит, и что можно сделать в той либо иной конкретной сложившейся ситуации. И если вы примете правильное решение, вам останется всего лишь оставить заявку на обратный звонок нашего специалиста, и мы вам обязательно перезвоним. Заявку можно оставить в специальной форме, зафиксируйте, пожалуйста, номер телефона, с которого мы вам будем звонить, он указан на сайте, не нужно на него перезванивать. Просто запишите себе ВКонтакте, чтобы не пропустить. Звоним мы в рабочее время, 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Итак, для вашего удобства, еще ко всему прочему, в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео на сайте, оставьте заявку и дождитесь звонка нашего специалиста. И хватит, хватит уже, платите им, нести им деньги, вы, повторяю, никому ничего не должны. И закон на нашей стороне, можно в формате определенного комплекса мероприятия создать условия, когда вашему кредитору будет выгоднее отказаться от претензий к вам. Еще раз напоминаю, посмотрите видео на сайте и все поймете. Без этого заявку оставлять не нужно. Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. С вами был Кузнецов Дмитрий, компания Аля. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.